топ связан крючком вяжется настолько легко и просто что даже сможет вязать начинающая рукодельница которая только-только учится вязать плечевые вещи данная модель топа настолько универсальная что подойдет абсолютно на любой возраст и размер топ связан двумя видами узоров сегодня в этом уроке видео мастер-классе вам покажу каким образом вяжется вот этот красивый ажурный узор которым связана центральная часть детали спинки и детали переда одно переда и спинки вяжется абсолютно одинаково попетельный мастер-класс по вязанию крючком туники крокус можно связать платьем данный мастер-класс снят на размер до 56 можно расширить до 58 размером подойдет абсолютно на любой возраст и до 58 размера ссылку оставлю под видео и в первом комментарии на мой канал все мастер-классы попетельный проходят только на моем канале в telegram также вы можете написать мне в личном сообщении и я вам скажу как приобрести попетельные мои мастер-классы снятые специально для начинающих рукодельниц предлагаю вам также присмотреться блузки белоснежка принцип вязания реглан сверху вниз уровень сложности средний это модель не совсем для начинающих также я вам показу как вяжется росток замечательная модель и всеми любимая это жакет незабудка классика есть попетельный мастер-класс из девяти частей блузка она круглой кокетки название проекта любимка подойдет абсолютно на любой возраст и любой размер вяжется уровень сложности средний мне кажется справиться и начинающие джемпер спицами листья брунелло и вот этот проект хочу обратить особое ваше внимание проект кофточки футболки васильковое поле свяжет по моему мастер-классу даже начинающий рукодельница которая только-только учится вязать крючком плечевые вещи мастер-класс состоит из шести частей очень подробный наглядный я здесь рассказываю показываю как сделать убавки прибавки по полотну как связать вырез горловины и очень много деталей и тонкостей следующий проект это туника кофточка великолепный ананас здесь основа вязания также вязание снизу вверх и круглая кокетка очень интересный принцип вязания ссылку на мой канал в телеграм я вам оставила в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии также пишите мне в личное сообщение я у вас расскажу как приобрести мастер-класс для начинающих если у вас есть желание связать вот эти проекты название пряжа был амбре батик от ализе это стопроцентный мягкий хлопок 900 метров содержится в 250 граммах я буду вязать крючком номер 225 просто набирают цепочку из 33 воздушных петелек аэропорт узора состоит из 26 петель вяжем цепочку я провязываю 33 петли плюс одну-две петли дополнительно для удобства вязания приступаем к вязанию первого ряда набираю цепочку из 3 воздушных петелек 3 петли подъема не засчитываются как за первый столбик с одним накидом от конца цепочки отсчитываю 3 петли и в основании 4 провязываю 1 столбик с одним накидом следующую петлю вяжем второй столбик с одним накидом следующую петлю цепочки провязываю еще один столбик с одним накидом с учетом 3 петелек подъема связано 4 столбика с одним накидом теперь приступаем к вязанию основного узора красивого ажурного элемента начала раппорта две воздушные петли вот с этих двух петелек начинается раппорт пропускаю две петли цепочки 1 2 основание 3 провязываю столбик с одним накидом далее в каждую петельку цепочки провязываем еще четыре столбика с одним накидом я продолжаю счет 1 следующую петельку второй столбик с одним накидом следующую петельку 3 следующую петлю 4 следующую петлю 5 связали 5 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю две петли цепочки 1 2 и в третью петлю провязываю 1 столбик с одним накидом следующую петлю провязываю второй столбик с одним накидом и следующую петлю провязываю третий столбик с одним накидом 1 воздушная петля все довязали до центра раппорта вторая воздушная петля пропускаю 1 2 2 петли в третью петлю провязываем 1 столбик с одним накидом следующую петлю цепочки провязываем второй столбик с одним накидом следующую петлю провязываем 3 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю 2 петли цепочки 1 2 в третью петлю провязываем 1 столбик с одним накидом далее в каждую петлю цепочки вяжем еще четыре столбика с одним накидом я продолжаю счет 1 столбик с 1 накидом так 2 3 4 и 5 2 воздушные петли 1 2 заканчиваем вязать раппорт пропускаю 1 2 2 петли в третью петлю провязываем столбик с одним накидом вот после вот этих двух петелек у нас закончился раппорт далее мы вяжем 4 столбика с одним накидом 1 столбик следующую петлю 2 2 столбик следующую петлю 3 и следующую петлю 4 столбик с одним накидом вяжем второй ряд узора 3 воздушные петли подъема разворачивай за не на другую сторону вершину столбика с одним накидом 2 столбика провязала один столбик с одним накидом вершину третьего столбика под косичку за переднюю заднюю стенку провязала 3 столбик с одним накидом вот эти три петельки подъема засчитываем всегда за столбик с одним накидом и вершину следующего столбика провязала 1 столбик с одним накидом всего 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петли пропускаю первый столбик вершину 2 под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 провязываю второй столбик с одним накидом вершину 4 провязываю 3 столбик с одним накидом 2 воздушных петли вершины 1 столбика провязываю 1 и 2 столбик с одним накидом с общим основанием вершину 2 провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 провязываю 4 и 5 столбик оба столбика вяжутся с общим основанием 1 воздушная петля поверх цепочки из 2 воздушных петелек вяжем 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петля вершину столбика с одним накидом провязываю 1 2 столбик с одним накидом вершину 2 провязываю по счету 3 столбик с одним накидом и вершину 3 провязываем 4 и 5 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю первый столбик в вершину 2 вяжем 1 столбик с одним накидом в вершину 3 столбика провязываю 2 столбик с одним накидом и вершину 4 провязываю третий столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 теперь вершину каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом всего должно быть 4 столбика с одним накидом в третью петельку подъема провязываю 4 столбик с одним накидом связали два ряда вяжем третий ряд 3 воздушных петли подъема разворачивать за не на другую сторону вершину второго столбика с одним накидом вяжем столбик с одним накидом вершину 3 вяжем третий столбик с одним накидом и вершину 4 вяжем 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петли пропускаю первый столбик вершину 2 провязываю 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли теперь вершину 1 столбика провязываем 1 и 2 столбик с одним накидом вершину 2 провязываем по счету 3 столбик с 1 накидом вершина 3 провязываем 4 столбик со дневники вершину четвертого провязываем 5 столбик с 1 накидом а вершина 5 провязываем 6 и 7 столбик с одним накидом вот этих два столбика мы связали с общим основанием 1 воздушная петля давайте сделаем здесь две воздушных петли и вершину столбика с одним накидом про вяжем 3 столбика с одним накидом с общим основанием 2 воздушные петли 1 2 вершина первого столбика провязываем 1 2 столбик с одним накидом вершину 2 провязываем 3 столбик с одним накидом вершину 3 провязываем 4 столбик с одним накидом вершину 4 провязываем 5 столбик с одним накидом и вершину 5 провязываем 6 и 7 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю первый столбик вершину 2 вяжем один столбик с одним накидом 2 воздушных петли 1 2 и вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом всего должно быть связано 4 столбика с одним накидом в третью петельку подъема 1 2 3 провязываю 1 столбик с одним накидом 4 все связали с вами уже три ряда вяжем четвертый ряд узора 1 2 3 3 воздушных петли подъема разворачивай на другую сторону вершину 2 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 провязываю 3 столбик с одним накидом вершину 4 провязываю 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петли 1 2 пропускаю первый столбик вершину 2 провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 3 провязываю второй столбик с одним накидом вершину 4 провязываю третий столбик с одним накидом вершину 5 провязываю 4 и вершину 6 провязываю 5 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 поверх цепочки из 2 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 2 воздушные петли 1 2 пропускаю вот этот элемент поверх цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю первый столбик вершину 2 провязываю один столбик с одним накидом вершину 3 провязываю второй столбик с одним накидом вершину 4 провязываю третий столбик с одним накидом вершину 5 провязываю 4 вершину 6 провязываю 5 столбик с одним накидом две воздушные петли 1 2 пропускаем вот эти элементы и сразу приступаем к вязанию 4 столбиков с одним накидом 1 2 3 и в 3 петельку подъема провязали 4 столбик с одним накидом вяжем 5 ряд узора 1 2 3 3 воздушные петли разворачивай за не на другую сторону вершину второго столбика с одним накидом провязали второй столбик с одним накидом вершину 3 провязали 3 столбик с одним накидом вершину 4 провязали 4 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю первый столбик вершину второго провязываем 1 столбик с одним накидом пропускаем так следующую вершину провязываем 2 столбик с одним накидом и следующую вершину 4 столбика провязали третий столбик с одним накидом 2 воздушных петли 1 2 вершину 1 столбика с накидом провязываем первый и второй столбик с одним накидом вершину 2 провязываем 3 по счету столбик с одним накидом вершину третьего вяжем два столбика с одним накидом с общим основанием это будет 4 и 5 столбик с одним накидом а вот здесь мы с вами свяжем 2 воздушных петли 1 2 поверх цепочки из двух воздушных петелек свяжем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли вершину столбика с одним накидом провяжем 1 и 2 столбик с одним накидом вершину 2 про вяжем 3 столбик с одним накидом вершину 3 вяжем 4 и 5 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 пропускаю первый столбик вершину 2 вяжем 1 столбик с одним накидом 1 вершину 3 провязываю по счету 2 столбик с одним накидом и вершину 4 вяжем третий столбик с одним накидом 2 воздушных петли 1 2 далее мы вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом в третью петельку подъема вяжу 4 столбик с одним накидом все связали с вами 5 рядов узора давайте теперь сами рассмотрим и разберем из чего же состоит раппорт узора раппорт узора который вот центральная часть вот эта ажурная часть мы набирались с вами 26 воздушных петель для вот этого раппорта высота раппорта всего лишь три ряда который вы повторяете до нужной вам длины высоты изделия мы связали закончили вязать в пятом ряду далее вы перематываете видео на начало вязание третьего ряда и все время повторяйте за мной с 3 по 5 ряд вот он третий ряд там где мы центральной части раппорта вязали 3 столбика с одним накидом с общим основанием повторяйте все время 3 4 5 и снова 3 4 5 очень легко и просто вяжется узор и также его легко запомнить никакой схемы нам для вязания узора даже не потребуется можно связать и по фото так как узор очень легкий связала я образец узора всего связан 12 рядов высоту 4 раппорта высота раппорта всего лишь три ряда давайте рассмотрим узор поближе таким образом смотрится с одной стороны и с другой стороны топ которого видите на фото можно связать двумя способами регланом сверху вот так будет у вас выглядеть здесь будут линии реглана рукав то есть длину рукава уже вы можете сами уже выбрать это первый вариант первый вариант реглан сверху направлении вязания сверху вниз сверху и второй способ вязания это самый легкий данная модель кофты которую вы видите на фото она вяжется сверху вниз направлении вязания вяжется два полотна которые потом соединяются между собой по плечевым швам и боковым значит вот здесь у вас будет центральная часть центральная полоса ажурного узора листочки мы сейчас с вами и свяжем здесь будет вырез горловины виде лодочки вырез горловины от 19 до 24 сантиметров ширина выреза выполняете плечевые швы и боковые швы сколько оставить какое расстояние оставить на рукава можно результате примерки определить обычно это от 19 до 23 с половиной сантиметров высота проймы зависит от размера вот это максимальный 56 58 размер одежды обвязка края кофту можно обвязать любом любым способом любой каймой можно обвязать рукава низ и головину обычным рачьим шагом будет очень красиво смотреться также у меня есть на канале отдельный плейлист называется обвязка края кайман там собраны несколько видов обвязки вы можете воспользоваться моими мастер-классами так здесь вот можно если реглану допустим вязать давайте еще рассмотрим такой вариант здесь будет у вас центральная полоса состоящий из листочков это не вот так вот будут располагаться и также можно на рукава очень красиво подсмотреться если вы рукава свяжите тоже дополните вот этим ажурным элементом и вас по центральной части рукава будет проходить вот этот ажурный узор который мы сейчас с вами свяжем теперь давайте выполним с вами все расчеты которые нам необходимы для того чтобы связать кофту перед тем как сделать расчеты необходимо связать по моему мастер-классу от образец узора снимаем мерки до в тылом и снимаем мерки после в тылом после того как связали образец обычно вяжем квадрат 10 на 10 сантиметров то есть фигура что было образца квадрат и проводим работы по в тылу это значит стирка сушка естественным способом и отпаривание если позволяет пряжа чтобы все петельки расправились после этого только снимаем контрольные замеры значит узор номер один это у нас с вами самый красивый главный узор который располагается в центральной части спинки и переда ширина узора с образца получается 8 сантиметров ширина вот этого узора назовем его листики 8 сантиметров с образца всего 26 петель узор номер два столбики с одним накидом давайте сразу же сделаем измерение в одном сантиметре у меня три столбика с одним накидом так и запишем один сантиметр равен трем столбиком с одним накидом и равен трем петелькам вот у нас один сантиметр 3 петли теперь давайте распределим эти узоры на сама кофте значит вот эта часть у нас связано узором номер два узор номер два это столбики с одним накидом значит мы должны определить сколько необходимо нам набрать количество петель для того чтобы начать вязать вязание детали переда и спинки я застрях и штрихова узор номер два столбики с одним накидом узор номер один это листики узор листики здесь это центральная главное важное важный элемент деталь которая является декором данной кофты топа теперь записываем смотрите вот этот отрезок нам с вами известен мы его связали рассчитали получается 8 сантиметров 26 петель осталось определить сколько же нам петелек набрать для узора номер 2 слева и справа сейчас будем с вами считать для этого снимаем измерение с фигуры берем сантиметровую ленту и выполняем измерение по самым высоким точкам груди снимаем мерку допустим обхват груди для размера 50 российского для удобства счета я возьму 100 сантиметров плюс при желании свобода прилегания от 2 до 6 сантиметров вот это 6 сантиметров это оверсайз если вы будете хотите также многослойный наряд оверсайз носить с футболкой стопом с майкой прибавляйте то здесь уже сами выбирайте какой вам взять запас на свободу прилегания и того получается что у нас обхват груди должен быть уже по готовому изделию 100 106 сантиметров либо 50 53 сантиметра деталь переда плюс спинка вот в пределах такой ширины то есть ширина кофты 50 53 сантиметра для 50 размера при объеме груди 100 обхват груди 100 сантиметров теперь мы будем с вами искать вот это значение сколько же нам петель необходимо набрать для того чтобы приступить к вязанию значит мы с вами все расчеты сделали теперь находим значение x давайте размер возьмем оверсайз это когда она один размер больше размера которые мы с вами носим ширина кофты будет у нас 53 сантиметра 53 сантиметра это у нас ширина кофты топа деталь спинки либо переда перед спинка минус 8 сантиметров 8 сантиметров это у нас вот это ажурная вставка узор листики получаем 45 сантиметров 45 сантиметров округляем либо в большую либо в меньшую сторону давайте округлим до 40 44 сантиметра либо 46 два значения 44 разделена 2 получаем 22 сантиметра значит у нас должно быть по нашим расчетам 22 сантиметра здесь и 22 сантиметра здесь вот это значение мы с вами определили 22 сантиметра а нашем вычисления а в одном сантиметре у нас три столбика с одним накидом и давайте сделаем расчеты значит деталь спинки либо переда они должны быть одинаковые получаем 22 сантиметра вот мы берем вот эту полосу 22 сантиметра умножаем на 3 получаем 66 вот здесь будет давайте сразу же напишем 66 петель значит обхват груди здесь будет по нашим расчетам 100 плюс 6 106 сантиметров либо 53 перед спинка ажурная полоса 26 петель вот это раппорт у нас 26 петель и второй взор 66 петель и давайте подведем итог сумма 66 умножаем на 2 2 полосы прибавляем 26 итого получается 158 петель нам необходимо набрать цепочку для детали спинки и 158 петель цепочка для детали переда все очень просто мы с вами все сделали расчеты я думаю что все у вас получится и данная модель кофточки топа вяжется очень легко и просто легко рассчитать легко связать и давайте вы сейчас вместе с вами свяжем образец узора бал打 вас все а вот б typically